Что Юрий погиб, то вот эта родинка, которую я видел накануне, как очень красивую точку, красивой формы на молодом крепком теле, я ее увидел уже среди останков. Да, это родинка Юрия Гагарина. Субтитры создавал DimaTorzok и не понимал, что космонавтики были готовы. Николай Рукавишников был тренинг для секретного программа, который мог бы удержать руководитель. Как их медленный ракет-протон был готов, они могли бы сейчас reach лунар орбит. Миссия была под названием ЗОНД. ЗОНД представлял собой корабль не для посадки человека на Луну, а для пролета около Луны, для облета Луны вокруг. Значит, эти корабли ЗОНД были двухместные пилотируемые корабли, и, как всегда у нас в Советском Союзе бывает, перед тем, как послать пилотируемые корабли в космос с экипажем, мы делали беспилотные пуски. Ну, досадная привычка, когда кто-то из инженеров при монтаже положил плюс на минус, и таким образом двигатели системы обеспечения запуска сработали в другую сторону. В досадный случай, ну, в общем, он потребовал одного корабля. Но в пилотируемом варианте этого не могло быть, вот, так что можно было лететь. В общем, я бы так сказал, программа прошла валка после Сергея Павловича Королева, не было такого жесткого принципиального руководителя, который мог играть на несколько ходов вперед. И я уверен, что если бы был жив Сергей Павлович Королев, то мы обязательно бы облетели Луну еще в 68-м году. Субтитры создавал DimaTorzok The grounded cosmonauts could only watch as Apollo 8 was launched. Two weeks earlier, their own flight to circle the moon had been cancelled. I know my own impression is that it's a vast, lonely, forbidding type. But the Soviets were still in the race. The giant N1 rocket was just two months away from its first launch, and Leonov was training hard for a landing on the moon. He had to learn to fly a helicopter as if it was a lunar lander. У меня есть даже девять посадок с выключенным двигателем на этом вертолете. Очень сложные. Обычно летчики такие посадки не выполняют. Они, как правило, заканчиваются катастрофой. Но мы, в общем, отработали, можно сказать, устойчивое действие космонавта и летчика в этих режимах. Ну, что профильные, которые выводили космонавты такие типные элементы, ард Тотттинг-1Траг, который был databывал новым полиносом поaltом «Ниал», и либо что он был боевым в франциях. У него хорошая две работы он выбирал этого атмосферы. «А не себе лучшего» В規л близота нет какойlli menos нижних нас clinical, в белом personagem. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Я представитель пилотируемого космоса, поэтому считаю, что лучше бы эти средства, которые мы потратили на беспилотный полет наших кораблей, на пилотируемый. В конце 60-х годов, единственная способность для манного программа была создать статистические корабли, которые могли быть использованы для long-дuration missions. Это начало нового эра.